Всем привет! Вы на канале Линель, с вами я, Елена Чернявская. Сегодня мы будем с вами говорить про овал лица, про четкость овала лица, про угол молодости. Знаете, что это такое? Смотрите внимательно, будет очень интересно. А я хочу сделать вам сегодня подарок, подарить наши три замечательные маски от Линель, сделанных в Сибири. Чтобы узнать, как их получить, обязательно смотрите это видео, я расскажу условия конкурса. Большинство женщин имеют такую проблему, как нечеткий овал лица, отсутствие угла молодости, который очень-очень прибавляет возраст. Давайте сегодня разберемся, почему овал лица теряет свою четкость, или у кого-то, может быть, с рождения нет четкого овала лица. И я вам покажу одно очень хорошее упражнение, которое восстанавливает, делает овал лица более четким и красивым. Отсутствие овала лица – это не всегда возрастная проблема. Вы можете посмотреть, что достаточно молодые женщины, мужчины, даже дети имеют нечеткий овал. От чего это зависит? Иногда дети рождаются уже изначально с неправильным прикусом. Когда нижняя челюсть меньше, чем верхняя, то мы получаем вот такой вот расплывчатый овал лица. И с этим бороться, к сожалению, сложно. Ну, если только сделать какую-то операцию, потому что обычно брекеты и какие-то системы, они, конечно, выравнивают, но на 100% не вернут вам четкий овал и четкий угол молодости. Но это не значит, что с этим не нужно работать. Работать нужно обязательно, потому что с возрастом этот овал будет усугубляться и будет еще ниже провисать, и более округлым и неприглядным будет становиться ваш овал лица. Если же у вас с прикусом все хорошо, но, несмотря на это, с возрастом овал лица стал нечетким, потерял свою форму, и вы уже не можете найти у себя вот этот четкий красивый угол молодости. Скорее всего, в этом виновата жевательная мышца. Объясню. Жевательная мышца – мышца, которая иннервируется тройничным нервом. Соответственно, любой стресс, любую эмоцию мы пропускаем через себя в первую очередь, через тройничный нерв, в жевательную. Мышца напрягается, сокращается, приходит в гипертонус и укорачивается. И только потом, через лицевые нервы, импульсы идет в наши мимические мышцы. Соответственно, если у нас жевательная мышца укоротилась, а она у нас прикрепляет нижнюю челюсть к черепу, то что происходит? Мышца укоротилась и подтянула за собой нижнюю челюсть вверх, а ткани остались у нас в том же состоянии, в том же размере, и стали как бы лишними. И провисли. Челюсть поднялась, а ткань опустилась. Создался визуально карман, и в этот карман быстро скопилась лишняя жидкость, которая убрала вот этот красивый угол молодости и сделала нам просто отекший и опавший овал лица. Что делать? Нужно расслаблять жевательную мышцу. Как это сделать? Я покажу вам чуть позже. А сейчас я вам покажу еще одну причину, из-за которой у нас нарушается овал лица и теряется угол молодости. Это перенапряжение груди на ключично-сосцевидной мышцы, которая при напряжении дает воспаление в области крепления ее к сосцевидному отростку. В месте воспаления всегда образуется фиброз, то есть разрастание соединительной ткани. И блокируются лимфоузлы, которые должны выводить лишнюю жидкость от лица. Соответственно, в этой области накапливается лишняя жидкость, лимфа накапливается. И также у нас она оттягивает кожу и угол молодости теряется. Что нужно делать? Конечно же, работать на расслабление груди на ключично-сосцевидной мышцы и убирать фиброз в области ее крепления. Как понять, есть ли там у вас фиброз? Попробуйте положить руку под угол нижней челюсти и захватите ткани в такой глубокий хороший захват. Попробуйте это сделать. Это прям вот заушная область, вот в этой области. И берем захват. Получилось? Все хорошо отрывается? Вам не больно? Значит все окей. Но если вы испытываете боль и не можете захватить, то это фиброз, с которым нужно работать. Еще к причине нарушения овала лица можно отнести перенапряжение мышц задней поверхности шеи. Почему? Когда мы постоянно находимся в напряженном состоянии, мышцы шеи перенапряжены, мы вот так вот ходим, сидим, работаем. Вот наше привычное положение. Что происходит? Лимфоотока от головы в полной мере нет. Более того, напряжение задней поверхности шеи провоцирует застой лимфы на голове, которая будет опускаться вниз и давать общую отечность лица. Соответственно, отек лица, который давит на ткани, будет опускаться вниз и четкость угла будет сменяться вот такой вот тозностью тканей вместе с вот этим тяжелым застоем лимфы. Соответственно, что нужно делать? Расслаблять мышцы затылка. Мышцы шеи работают над этим. У меня, между прочим, очень много видео на эту тему. Перейдите и посмотрите. Сейчас, как и обещала, я покажу вам одно очень хорошее, эффективное упражнение, которое расслабляет жевательные мышцы, а значит возвращает нашу нижнюю челюсть в правильное положение. И значит возвращает нам угол молодости и четкий овал лица. Вообще, это упражнение необходимо делать по многим причинам, такие как брыли, такое как носогубка, возвращение объема щек. Поэтому внимательно смотрите. Что мы будем делать? Нам нужно открыть рот. Как будто мы говорим букву А. Открываем. Но не надо сильно ее рвать, то есть просто открыли на комфортное вам положение. И поставили пальцы на стыке челюсти, то есть примерно где у нас замкнулись зубы. Вот именно эта точка, мы ее нашли и в нее поставили пальцы. Открываем и начинаем продавливать. Вы, скорее всего, почувствуете болевые ощущения. Сделайте прямо сейчас и напишите мне в комментариях, больно или не больно. Такое хорошее должно быть давление, вы как будто постараетесь проткнуть или просверлить жевательную мышцу. Открыли и надавили. Если вы не можете найти жевательную мышцу, откройте и посмотрите. Она должна быть расположена чуть-чуть, чуть-чуть в сторону. Вот так. Нашли ее контур и работаем. Поставили пальцы и надавили. Почувствуйте, если вам больно, сделайте глубокий вдох и на выдохе расслабьтесь. Вы почувствуете, что болевые ощущения уходят. Итак, нашли эту болевую точку. Теперь три пальца ставим на проекции точки. Вдавили и начинаем делать вот такие вот вращательные движения. Проминать. Проминать. Это самый максимально напряженный участок жевательной мышцы. Его мы должны хорошо промять через болевые ощущения. Как только чувствуете боль, глубокий вдох и на выдох расслабляем. Продавили. Сделали это в течение не менее 30 секунд. А лучше дождитесь, пока болевые ощущения чуть-чуть спадут. После этого мы также открываем рот и возвращаемся к скуловой кости. Поставили пальцы под нее. Открыли рот. И вот такими движениями проходим сверху вниз. И в самом конце мы просто положили палец крючком на жевательную мышцу. И провели сверху вниз очень плотно. По окончанию упражнения вы должны почувствовать, что у вас стало больше объема во рту, а зубы не хотят смыкаться. Напишите, больно ли вам было и какие ощущения вы испытали после проделанного упражнения. Внимание, конкурс! Для того, чтобы получить подарочек от меня, нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк на это видео, написать любой комментарий по теме и дождаться розыгрыш, который я проведу в следующем выпуске. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Я очень надеюсь, что вам было полезно. А для того, чтобы усилить эффект от упражнения, для того, чтобы ваш овал лица стал ровным, посмотрите еще обязательно мое видео, где я показываю упражнения от второго подбородка. А еще больше моих упражнений для лица и тела смотрите в моем профиле инстаграм. Винель, нижнее подчеркивание, я. С вами была я, Елена Чернявская. Спасибо, что поставили лайк и не забудьте подписаться на канал. А еще нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих новых полезных видео. Всем пока!